Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Абсолютно правильно делаете. Четверг, вечер и, как всегда, в это время у нас программа «Концертный зал». Александра Хайрулина! Роман Шахов, друзья, мы очень рады, потому что сегодняшний концертный зал имени Гарика Буррито. Ну так. Меня слышно? Привет, привет, Алло. Меня слышно, конечно. Привет, Гарик. Ну что? Ну что? Мы тебя поздравляем. Как будто недавно был здесь, да? А нам кажется, что нет. Нам кажется, что... Знаешь почему? Потому что у тебя уже столько событий случилось и намечается, что... Поэтому кажется, что очень много времени... У меня ощущение, что буквально вчера от вас вышел. Там мы соскучиться успели. Также я пришел к вам с едой в прошлый раз и сейчас тоже успел перед этим. Это большой город, слушай, тут это естественно. Мы очень тебе рады. Мы, конечно, хотим с тобой очень пообщаться, поговорить, все вопросы зададим. Но мне кажется, что очень правильно будет в самом начале программы сказать о таком важном событии. 21 апреля у тебя состоится первый большой сольный концерт в клубе Red. Да. Во всей нашей команды большой, да. Группа Буррито, конечно, да. Большая команда серьезная и серьезно большой концерт. Волнительный, наверное, да? Признайте, как? Не успеваем волноваться, потому что столько задач, которые надо решить, и которых еще вал постоянно, идущий. Еще одно, еще одно. Поэтому не успеваешь напрячься, если честно. Одни летят очень быстро, и надо все успеть делать. Большой, Гарик, что значит большой? Расскажи для тебя. Во-первых, по объему помещения. Так, это понятно. Мы впервые собираем такую большую площадку. Во-вторых, большой концерт, он действительно будет идти около двух часов. Мы представим не только известные песни с первого альбома Буррито, но и пять новых треков с нового альбома, который выйдет в сентябре. Осенью выйдет, который называется «Белый альбом». Мы его ждем уже, да. Звали очень. Вот. И, ну, почему «Белый альбом», потому что если разложить через призму белый цвет, мы получим спектр, да, радужный спектр. Немножко физики от Буррито. Да, вот именно поэтому настолько разноплановый альбом получается. Но он объединен одной идеей. То есть, да, в этом белом свете присутствуют все краски. Вот. Представим пять песен. Новые стихи. То есть стихи будешь читать между произведениями? С нового альбома будут читать стихи. Если люди не уснут, то будет хорошо. Не, ну ты же будешь еще и петь, поэтому, если даже кто-то заснет, то потом проснется обязательно. О, музыка, музыка, музыка. Опять стихи. О, музыка. Гости, скажи, балет, что-то вот в этом плане немножко. За балет я отвечаю. То есть сам будут танцевать нормально. А гости будут. Придут друзья, безусловно. Диджей грув. Будет и Андрей Звонкий. Андрей Звонкий будет. Да, с новой песней мы будем петь. Будет трек интересный с Легалайзом. Есть такой рэпер, да, исполнитель. Безусловно, мы споем с Оксанкой, с женой своей. Замечательный. Треки, ну, успеем, наверное, только разведи огонь спеть. Потому что мы готовим еще один трек, но не успеем его собрать к концерту. Ну, ты имеешь в виду вдвоем? Оксана-то сама еще сольная тоже что-то исполнит? Или нет? В рамках концерта настолько... Не нашлось места для жены? К сожалению, моему большому, мы не злоупотребляем семейным положением. Да, хорошо. И стараемся, чтобы всем дать слово. Будешь ли снимать концерт? Да. Видео будет, да? Вчера буквально мы встречались со всей командой. Свет, звук, ТВ-версия. Наш замечательный режиссер Уася. Мы с ним как раз сейчас будем на днях создавать партитуру. Такой процесс для меня, как для режиссера, безусловно, интересный. Когда объединяются все цеха, то есть для меня, я в своей тарелке себя чувствую абсолютно точно. То есть мне настолько легко с людьми, которым я доверяю как профессионалам. И когда мы общаемся на понятном языке режиссуры, композиции, сценографии и так далее, настолько легко все. Я чувствую себя в своей, еще раз, в тарелке, в своей профессии. Очень здорово. Скажи, вот, режиссура, где ты находишь идеи как режиссер? Во-первых, профессия полученная, высшее образование. Она постоянно, то есть нет поиска идей. Либо ты варишься в них, да, то есть постоянно что-то в тебе бурлит, происходит, а потом ты просто их распределяешь. Если говорить о каком-то, например, допустим, сценарном ходе. У тебя есть какие-то эпизоды, которые у тебя в голове навсегда обрезаются в твою память, да, в твое общее состояние души, в твой общий поток мысленный. И потом ты распределяешь, ну, то есть не то чтобы подставляешь их под какую-то идею. Нет, я чаще всего пишу, когда песню, у меня рождается уже видеоряд. Этот видеоряд может отложиться, ты его можешь запомнить и потом использовать. За технологиями внимательно смотришь, там 3D-мэппинг и прочее. Абсолютно точно. Нет режиссера, который бы не смотрел за технологиями. Даже театральные режиссеры, они используют новые как раз и мэппинг, и какие-то подвижные декорации, интерактивные декорации. Вот я недавно слушал замечательного Ирину Апексимову, да, сейчас она генеральный же театр на Таганке. Да, да, да. Так здорово рассказывала о спектакле «Суинни Тодд» у них, по-моему, выходит спектакль. Здорово. Мне очень нравится, что они используют такой интерактив в театре, в классическом, в современном. Ну, хотя Таганку нельзя назвать классическим в современном, то есть... Ну, современный, да, актуальный, да. У тебя на днях вышел клип новый «По волнам». Мы с тебя поздравляем. Спасибо. Клип уже у нас на телерадиоканале. Мы тебя тоже поздравляем. Куда не, не заноси, скажите. Не надо, ну что ты. Нет, знаешь, куда мы идем? Самое главное, что это товарищ. И песня звучала уже отдельно. Теперь уже и клип полноценный, красивый, хороший. О нем мы поговорим, а сейчас мы хотели бы тебя попросить спеть. Давайте попробуем. Недавно я, кстати, эту песню пел по волнам уже такая... То есть ты сначала написал песню, еще не успел ее порептировать, ее уже надо петь. Иногда невпетые песни звучат, конечно. Зато искренние. Да, то есть если ты там песню... Неожиданно. Песню «Мама», да, тебя разбудили в любой момент, и ты просто встаешь и тарабанишь ее, даже если ты полусонный, то песню «По волнам» я недавно спел у ваших коллег на одной из радиостанций. Я смотрю потом в эфире, думаю, господи, куда там четверть тона ушла, четверть тона ушла, думаю, а здесь как неуверенно, господи, выключите от меня, а никуда не деться уже, в ютюбе уже есть. Это уже в истории, Гарик. Уже можно, да, зайти и сказать, да не умеешь ты петь, айма. Гарик, ну скоро сольный концерт, надо репетировать, поэтому, пожалуйста, мы тебе предоставляем возможность. Итак, репетиция номер 28, «Перфекционист», я готов, давайте. Очень мне понравилось, про этот я потом расскажу отдельно. Софи, ты глянец, я иностранец, для своей собственной души. Люди несутся, но остаются посреди города и лжи. Иди со мной, нам надо быть очень далеко. Я сам не свой, иди со мной, иди. По волнам, по волнам, по волнам, в твоим рукам, так долго по волнам иду я. По волнам, по волнам, волнам, знаю сам, что просто не смогу без тебя. Мне очень нравятся комментарии, когда появляется вот это. Ребята писали, кто-то в комментариях. Это пригласили Чубаку из Star Wars спеть. Это мне очень нравится. Вокруг никого не видны майки Мы расставили сети для себя Не знаешь ли ты, сколько мы все Слепо прожили, не любя Пой со мной Нам надо быть громче всех сейчас Плачь и пой Иди со мной Иди По волнам, по волнам, по волнам, волнам, к твоим рукам, так долго по волнам иду я. По волнам, по волнам, волнам, знаю сам, что просто не смогу без тебя. Холодными каплями, солью на раны Мы с тобой океаны, мы с тобой океаны Голоса одной драмы Сердца друг у друга украли мы Пропали мы Так долго искали им Теперь вдвоем до самого края мы Готовы ли мы, сможем ли мы Понять, что любовь и вечность синонимы. По волнам, по волнам, волнам, к твоим рукам Так долго по волнам иду я По волнам, по волнам, волнам, знаю сам, что просто не смогу без тебя. Вот так вот, когда поешь песню, ты найдешь какая-то, ты начинаешь смеяться. Во-первых, сегодня мои любимые Бандерасы, мои ребята прислали мне по эту песню новый припев. Не по волнам, а Павловным. 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 Всем, всем Павловным. Боже мой. Я думаю, что тебе надо на своем концерте сказать, дорогие Павловны. Да, Павловны, да. Кто все показывает в зале. А потом, сейчас я читал, почему-то засмеялся. Холодными каплями с солью на рану, мы с тобой океаном, мы с тобой океаны. Голоса одной драмы, сердца друг у друга украли мы. Пропаренный. Пропали мы. Пропаренный. Есть пропаренный рис. Пропаренный. Что? What? Что, когда поешь песню, она еще не совсем очень смешно. Слушай, мне кажется, прекрасно, 28-я репетиция просчета прошла великолепно. Спасибо тебе большое. Друзья, 21 апреля концерт обещает быть веселым. Ну да. Приходите. Ну, в общем, да, это как минимум. Ну, вообще, мне нравится, вот, выход нового альбома запланирован на сентябрь, но уже ты начинаешь с поддержкой его. Тихонечко песни выпускать, выпускать, чтобы люди уже... Да, уже хэштеги в соцсетях, белый альбом Бурита. Потому что я уверен, что, вот, например, первый альбом Бурита, который вышел еще 12 ноября 2015 года. 15-й год был, да. Да, немногие знают из-за. Немногие знают из-за. Продолжаем учить. Да, кстати, до сентября выучить первый альбом, в сентябре выручить... Да, уже... Ну, смотри, это получается не эпишка, да, это не 5 песен будет, это полноценные, там, 10 или больше. Я боюсь, что мы сейчас задумали 14 песен, но у меня за это время родилось еще пару. Может, и будет все 18-16. Ну, вот рождаются песни, идут песни. Тем более, что мы пишем песни, некоторые песни в соавторстве с моим другом и гитаристом Игорем Бледным. Ну, вот «По волнам» как раз, да, песня написана? А «По волнам» вообще Оксанка предложила мотив припева. Какая умница вообще, очень хорошо. Оксана, что-то не получается, припев мотива нет, она из ванны. Та-да-дам. А я говорю, о, по волнам, по волнам, ванночь, волны. Господи, это же так просто. И раз, и все, и пошло-поехало. Да что ты, дорогой мой. Слушайте, все из жизни. Абсолютно. Будут, наверное, и дуэты твои. У тебя же выходят периодически, постоянные. Вот буквально прямо на днях у вас вышел с Андреем Звонкиным. Вот будет замечательный дуэт. Эта песня давно написана, кстати. Песня давно написана. Кстати, у Андрюхи сегодня вышел и замечательный новый трек, называется «Космос». Очень крутой. Звонкий мощь, да. Да, Андрей Звонкий является же музыкальным продюсером нашей группы. И благодаря ему мы во многом находим наш саунд. То, как мы звучим. Это мы достигаем тем, что сидим много часов на студии. И крутим ручки. Правда, крутим ручки. Правда, пытаемся совместить несовместимое в синтезе музыкальных стилей. И мне этот процесс лабораторный, экспериментарный, нравится очень. Такой бесконечный поиск, 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 рост. Мне кажется, еще здесь команда единомышленников. Ну, это так важно. Да, факт. Да, 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 да. Чих, пою, пи, чих, пояс. Над ней каменного океана. Мы, как бешеные рыбки. Плаваем глазами по ветвь и нам ищем скидки. Между тем, пару ждут напитки. Можно не успеть. А можно не спешить. Сбросить до сорока. Брать то, до чего достает рука. А до чего не достает. Тому сказать пока, пока. Успокоить нервы и эту песню спеть. Спешите любить. Иное не стоит мгновенья. Спешите любить. Спешите любить И ныне стоят стремления Привилегии жить Из окна синего телекана Льются килограммы чуши Не стесняясь, стрелятся из шланга прямо в уши Не беда, бери в руку пульт и жми кнопку мьют И сделай себе маленькое одолжение Выберись из дома, не дожидаясь воскресенья Пусть тебя ноги сами уведут туда, где тебя просто любят и ждут Просто люди ждут и любят Спешите любить Иное не стоит мгновенья Спешите любить Спешите любить Иные не стоят стремления Привилегии жить Нам только кажется, что сложно Делаем ноги, делаем, делаем ноги, бро Сидя на диване, нам от нового тревожно Это значит, что-то поменять пришла пора Улыбаться начинать прямо с утра Петь и танцевать без веской причины Настроение поднимать женщинам и мужчинам Давай оставим то, что держит на месте Делаем ноги, делаем, делаем ноги, бро Жить дорога намного интересней Около неба, там где я не был Снаби день и река Мне нужно немного, совсем немного времени Чтобы найти то, что навсегда Спеши любить Не ведая преград Машина времени не может сдать назад Спешите любить Иное не стоит мгновенья Не стоит мгновенья Не стоит мгновенья Спешите любить Иное не стоит стремления Перелегии жить Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Еще раз всем огромный привет, дорогие друзья Вы слушаете и смотрите Страну ФМ У нас в гостях сегодня Гарик Буррито Лидер группы Буррито Так будет правильно сказать Только что посмотрели совместный клип Буррито и Джукбокс Трио Джукбокс и Буррито И Буррито, да И нам Гарик рассказал в меэфире, что оказывается его и не предупредили о том, что там будут сейчас съемочки На секундочку Нежданчик так уже готовили Да, продюсер Валера Марьянов звонит и говорит, приезжай на студию, поболтаем Надо просто вот там подумать о клипе и так далее Подумать А я приезжаю, а там уже все в разгаре Они уже ставят камеру, Гарик, ну давай в кадр А как ты думаешь, почему они так сделали? Специально получается? Может быть они хотели каких-то естественных эмоций, я не знаю Ну просто так сложилось Вот так получилось Мы прекрасно провели время, попили чай с плюшками И сняли, на мой взгляд, очень хорошая работа Очень шикарная Главное, я не скажу, что кто-то был меня не готов к съемке Все очень естественно Очень добрый клип получился, очень добрая песня получилась Ребята вообще, ну не знаю Ребятки настолько глубоко, я им признателен И настолько глубоко их люблю И настолько люблю их подход к музыке Что не сделать с ними этот трек было невозможно Ну очень он хороший, правда соглашусь Добрый Давай немножко поговорим про твой новый клип по волнам Который прямо вот только вышел Я смотрела и сразу говорю Боже, ну все Это уже человек галактика размеров Просто где-то в небесах вознесся Вселенная, Саша Говорит, ну это вселенная Голос небес практически Брахмай Я шучу Ну это, конечно же Ну твоя роль там Не просто исполнитель Идея о другом То есть идея это о сакральной любви О глубоком чувстве О большом в малом О малом в большом И так далее То есть когда мы с Леней Общались с режиссером клипом Да Мы когда разговаривали То есть я ему написал небольшое эссе такое О том О чем эта песня Мысли Фотографии Картинки И Ленька меня услышал Предложил свою идею Которая мне безусловно понравилась Потому что Тот самый трогательный момент Который нашим героям Героям клипа удалось пронести через всю жизнь Даже в символах То есть вот этот вот Супер прибор Который они открыли для себя В чуланчике Да Молодые ребята Это замечательные актеры Они Это же тоже символ всего лишь того Что мы несем сквозь жизнь Да То есть Любовь и вечность синонима Все в этом заключено И как-то в образах В формах Именно Которые придумал режиссер Удалось передать все настроение Не нужно буквально принимать Потому что Кто-то мне передал Кто-то мне из ребят моих Передал комментарий Что то есть Клип не соответствует песне Потому что надо было снимать на море Да Обязательно А ну конечно Разумеется Концепт тоже такой был По волнам Значит ну поплыли Да Гарик обязательно в лодочке сидит Меня интересует другое Или на канцере Или на канцере Как же Гарик Будучи режиссером Доверил кому-то Снимать клип Это не первый опыт Понравилась идея Да Это не первый опыт Действительно Должна понравиться идея Я могу сказать Что мы настолько Опять же Работали Со звонкими До ранжировки Этого трека Что некогда было подумать У меня были какие-то Видео Видео вспышки Но какого-то концепта Не было И здесь Доверяя вкус Алены Михайловой И Ильяны Меладзе Наших продюсеров Мне удается иногда Притормозить Своё режиссерское Такое я Да То есть И довериться людям Которые Не хуже Сделают стопроцентно Поэтому Тут Работа с продюсером Она Во-первых Меня как артиста Очень серьезно воспитывает И дисциплинирует Это кредит На полном доверии И Как мы видим Это работает Ну да И надо сказать Что очень хорошо У тебя Каждый клип Он интересен И не похож на другой Абсолютно Не перехвалите Не перехвалите Ребятки Тогда нет Тогда это поет Что мы тебя не хвалили Следующее произведение Мама Мама О, давайте споем Класс Она такая Что-то у вас Эта аллергия У меня разработалась Там, где я был Так долго Не было света Я оставался Один На чужих берегах Моё солнце Не здесь Оно просто Прячется Где-то Но каждый новый Мой шаг Будет шагом В его лучах Забери меня Забери Забери меня С собой В моем сердце Так много любви Разреши мне Быть рядом С тобой Мама Забери меня Забери Забери меня Мама Под небом Другим остывать Будут только Наши следы А где весна За снегами Легко скользила Ко мне Ситыми косами Древних ветров Становились мечты А теперь В моей памяти И снег В моем сердце Память о птицах Что останется нам Кроме капель воды На ресницах Забери меня Забери Забери Меня С собой В моем сердце Так много любви Разреши мне Быть рядом С тобой Мама Забери Меня Забери Забери Меня Мама Под небом Другим Остывать Будут Только Наши Следы Да Дистанцуем Все Забери Меня Забери Забери Меня С собой Я наблюдаю Под облаками Душные сумерки Что будет дальше Точно не знаю Я вспоминаю Лишь твои руки Ты далеко Ты так далеко Мне звать тебя Не с руки Я так давно Сам себя забываю Но все-таки Все-таки Забери Меня Забери Забери Меня С собой В моем сердце Так много Любви Разреши Мне Быть рядом С тобой Мама Забери Меня Забери Забери Меня Мама По небу Другим Остывать Будут Только Наши Следы Я думаю Че мне неудобно Петь А я сижу Просто Опора Не та Не та Опора Передайте Мне Пожалуйста Опору Вот она Забери Меня Забери Видишь Как Забери Меня С собой Потому Что Сиди Нужно Петь Когда У тебя Акустический Концерт Раследи Огонь Раследи Огонь Скажи Мне Я Приду Я Тебе Не Поведу Оставь Свои Тревоги Что Мы Так Не Похожи И То Что Гороскопы Наши Не Сошлись Не Жди Дорог Пологи Они Равней Быть Может Но Мало Счастья В Этой Будничной Пыли Я Не Прошла Бы Мимо Хоть Не Меня И Скал Ты В Этом Городе Вечер Ни Суеты Но Я Сожгу Те Письма Что Не Тебе Писала Как Наступая За Собою Жгут Мосты Так Разведи Огонь Если Твердо Выбираешь Меня Разведи Огонь И Посреди Холодного Дня Скажи Мне Я Приду Я Тебя Не Подведу Так Разведи Огонь Если Твердо Выбираешь Меня Разведи Огонь И Посреди Холодного Дня Скажи Мне Я Приду Я тебя не подведу Немногословен ты был И я молчала просто И под ресницами Все прятала глаза Но мы глядели в небо И нам шептали звезды Все, что друг другу Мы не смели рассказать Так разведи огонь Если твердо выбираешь меня Разведи огонь И посреди холодного дня Скажи мне, я приду Я тебя не подведу Разведи огонь Если твердо выбираешь меня Разведи огонь И посреди холодного дня Скажи мне, я приду Я тебя не подведу Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Спасибо! Друзья, с огоньком продолжается Сегодняшний концертный зал В гостях у страны ФМ Гарик Буррито И с чайком, я бы так сказала Но все-таки холодно Холодно на улице Вот он пришел Творческий человек Стал с чайом Разведи огонь Вы только что послушали Посмотрели Замечательное произведение Гарик Буррито и Оксана Устинова Муж и жена, ну кто не знает Но на всякий случай Скажем и расскажем Очень круто получилась песня Спасибо вам Спасибо Это вам Утвердительно сказал Спасибо Спасибо Косте с Валерой Во-первых Меладзе, конечно Во-первых, спасибо Косте с Валерой Во-вторых, спасибо Леане Меладзе Которая позвонила и сказала Выбирайте И вот так вот все сложилось И все круто получилось И настолько Душевно и настолько тепла Песня И настолько мы со звонким Как-то сразу поймали Флоу Эго музыка Ремикса Выбирали между чем-то и чем-то? Нет, я сразу сказал Разве огонь Очень нравилось мне С тех пор С детства У меня есть фотка замечательная Где я в 94-м году Работая на радиостанции «Радуга» В городе Ежевске На родине у себя? Да Беру автограф у Валеры Ему Леана присылает Значит эту фотку Где Ну ты не брал у него интервью Угадай кто Валера Господи, какое знакомое лицо А потом Да неужели это Гарик А я там вот у него беру Он только как раз У него первый вышел альбом Там были цыганка Сэра И вот разведи огонь И он приехал в Ежевск И у нас на радиостанции Разговаривал У тебя же шоу было утреннее Там, да, если не ошибаюсь? Вечернее А, вечернее И в квадрате Игорь Крымский Если ты меня слышишь, дружище Привет тебе большой Да и вообще всем радужным Так ты, получается, брал интервью у Валерия Ты с ним общался? Нет, у Валерия я не брал интервью Но у Валерия брал автограф тогда Только автограф Да интервью еще тогда не допускали его Да, еще не допустили Да Слушайте, наступила весна Все себя приводят в форму Ага И мы нашли такой хэштег Тюнинг Буррито Да Расскажи-ка об этом, Гарик Это очень интересный проект Который мы снимаем С моим тренером Пашей Полуэктовым Это проект о фитнесе О том, как, в принципе Это такая маленькая подсказка Для тех, кто хочет Придя в зал И распределив программу Там, например, на 8 занятий Допустим, получается Ну, в месяц Ведите сюда форму? 8 занятий, да, ну, там, за год А, ну, за год Ты как модель выступаешь Да нет, как тот, над которым Паша Полуэктов по-хорошему издевается И ставит эксперименты Это была идея, да Я говорю, Паша, давай снимем Такую просто, ну, приколюху И вот будем еще рассказывать При этом, как, вот Какие упражнения Количество повторений И что, зачем И так далее У меня режиссерское же видение Сразу поставили слайдер Поставили там гоупрохи И пошло-поехало Вот мы сняли 8 программ 4 мы смонтировали 4 еще смонтируем И доснимем еще 8, я надеюсь Потому что есть То есть изменения Я там же начинаю Ну, как-то вышло Так Ну, как-то вышло Так, что стал я замечать Что мой живот Опять стал весе прибавлять И вот я когда это заметил Думаю, о, пора, пора Бывает же Невозможно быть всегда на пике Вот это Особенно там Для бодибилдеров И там Для людей, которые занимаются Спортом Понятно, что Кривая-то Она все равно Выведет к жирку То есть, когда После зимы Хочется в зиму Перейти в форму Вот у тебя все равно Лишнюю Набрать немножечко Мышечной массы Согнать немножечко Подкошного жира Вот это И все для того Чтобы не сломаться Ну, в общем План это серьезный По этому проекту, да? Ну, сколько там Код? Ты на ютубе выкладываешь Или как это? Да мы Сейчас ждем Команды От одного Замечательного журнала Не буду произносить вслух Потому что они что-то Канифолят нас долго Канифолят Долго не выкладывают Пыл пропадет у ребят И все Опять начнут Жирколу брызгать Вот как только Они нас услышат Сейчас по радио Ребятки Вы там и активизируйтесь Как только Они позволят нам Выложить первые четыре программы Пойдем дальше Ну, мы желаем Я уже успел Набрать вес Бросить И так далее Ну, в общем Тюнинг буррито Есть опасения Что после 21 апреля Когда пройдет Большой сольный Первый концерт У группы буррито Как-то еще расслабиться Гамбургеры есть Да Так, ну и Есть еще у Гарикова Влечение Ведь это мотоциклы Мы знаем Что, когда чего Я еще к вам не на мотоцикле В этот раз А в прошлый раз Уже приезжал В прошлый раз уже, да В этом году будешь Ты вообще еще не выезжал Ни разу? Нет, еще Так хочется Сезон уже кто-то открыл И я прямо Вижу, едут Вижу, едут И мне хочется по привычке Помахать Ну, потому что Когда мотоциклисты Друг друга видят Всегда приветствуют Также субаристы Субаристы привет Я же субаристы еще Кто на субару И я вот уже сижу Понимаю, что за рулем И такую руку поднимаю А сам-то не на мотоцикле По привычке уже Так что завершает Мотоциклы Ну, погода Пока, чуть-чуть подождем Погода все-таки, да Немножечко Шепчет Займи, но выпей Ну, типа, кофе И вот Пока еще рано Скажи, в этом году Будешь ли К мотоциклу Коляску приделывать? Как? Нет Если вы о сыне То он будет учиться Безусловно Ездить позже сам Сто процентов Начнем с малой Авиации С велосипедов И так далее Мопедов И так далее Ну, мы еще Расскажи нам совсем немножко Лука Игоревич Как он уже Нормально Ощущает себя Вообще уже контролирует все Ребенком известных Родителей Уже все хорошо Дай бог здоровья Не будем распространяться Пусть он сначала наберет массу Конечно Вот Дредов пока нет Но с другой стороны Кое-какие фотографии Выкладывает Ну, папа тоже не с дредами Родился на теле сразу Не факт Спасибо, что Норд В инстаграме выкладывает Норд может себя позовет Скажите Хотя бы Похож на кого Когда как Как свет падает Вот И, конечно Как еще в таких случаях Бывает Если характер проявляет Какой-нибудь такой Это значит Это обязательно В папу надо Он бодрится Бодрится Прям очень любознательные Дети сейчас пошли И вообще Очень быстро Очень быстро Мне кажется Они другие совсем Впитывают информацию Надо двигаться дальше Пока у тебя еще не отобрали планшетник Гарик, работай Хорошо, буду А сейчас у нас песня Давайте Что там у нас по Вполне, кстати, мне кажется Прям, наверное, почти колыбельная Надо встать Пока город спит А, давайте Вот видите Любим Давайте споем Ага Строки рождены Уставшей рукой Эти рифмы приходят Сами собой Ночами темными Твое дыхание Дает мне ритм Музыка цепляет сердце Пока город спит Новые песни Старые темы Звукоизоляции Не решит проблемы Соседи за стеной Отбивают свой собственный бит Они не любят музыку Пока город спит Только ты Только я Видны друг другу С любой точки зрения Глазами сонными Наблюдая, как кто-то молчит Превращаемся В музыку Пока город спит Каждый миг Рождает новые ноты Добавляя голосам Низкие частоты Шепотом Шепотом Что потом Что потом Думать не будем Пока ни о чем Пока город спит 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 Мне бы очень хотелось увидеть рассвет В небесах глаза Тех, кого нет, я знаю, что тобой Мой голос не будет забыт Ты будешь его слышать Пока город спит Новое время, замкнутый круг Кто-то среди ночи проснется вдруг От того, что старое сердце Учащенно стучит Знаю, что есть музыка Пока город спит Только я, только ты Вместе, но на разных полюсах Мечты словами тоннами Наполняя пространство орбит Превращаемся в музыку Пока город спит Каждый миг пропитан болью системой В свете дня и ночи Вновь перемены Шепотом, шепотом Что потом, что потом Думать не будем Пока ни о чем Кстати, этот музыкальный программ Что Оксанка придумала Вот Пока город спит Пока город спит Пока город спит Пока город спит А мне бы очень хотелось, чтобы... Пока город спит, пока город спит, пока город спит, пока город спит, пока город спит. Спасибо ребятам из студии «Альтус» во главе с Гамзатом Исаевым из города Махачкала, которые создали этот шедевр. Привет, спасибо, ребята. Гарик, у меня к тебе просьба небольшая есть. Не мог бы ты буквально три минуты уделить, Рома покажет сейчас. Он твой фанат, не только как артист, он еще и фанатит от твоих танцев. Я понимаю, что просто... Ты не мог бы ему чуть-чуть мастер-класс преподать? Легко. Попоказать что-то. Главное, можно даже не вставать. Ну-ка. Сиди, сиди. Мы же начнем с тобой с «Мертвой точки» и с «Изоляцией». Что это такое? «Мертвая точка» — это на самом деле же брейкеры все потаскали у великих, у Марселя Марсо, допустим, у великих мимов. Для того, чтобы понять там «Изоляцию», «Мертвую точку», еще какие-то вещи, например, которые называются, кто как называется, мульт и так далее, да, глайд, вот эти все вещи, они берутся. На самом деле они брались брейкерами и доводились уже вот до ума. Ну, по свою стилистику, да, как-то. У мимов брали, да, переводили уже в свою музыкальную, то есть танцевальную индустрию. Такие, как «Мистер Уигглс», например, да, из «Рак Стадик Крю», знаменитый вообще. Короче, представь себе, что ты держишься за какую-то точку, допустим, то есть вот как у тебя обычно рука лежит, да, то есть и для того, чтобы подтянуть свое тело, тебе нужно что сделать? Для того, чтобы… Встать к ней, да? Не, не то чтобы встать, ты можешь прямо вот сидя на месте к ней пойти к точке, да. При этом ты должен понять, как твое тело работает, то есть здесь ты должен опустить локоть. Вот смотри, сейчас у тебя… Друзья, видели бы вы воздушные глаза Рома. Хорошо, видишь? В последний раз был счастлив, так, наверное, когда с Дедом Морозом общался. То есть у тебя сейчас в данный момент, то есть для того, чтобы как раз ты должен, чтобы мы почувствовали правильно твою мертвую точку, ты должен расслабить плечо и локоть, расслабляешь плечо и локоть. И как будто опираешься, да, раз, два. Вот это это понимание. Сашка, ты так не умеешь. Слушайте, да, интересно. Примерно, да. То есть это же использовалось кем? Мимо-мимо. Это когда они работали с тростью, помнишь, они типа ставили трости или там за шариком они двигались. Вот этот же принцип используют, когда ты со шариком тянешь. Помнишь вот этот? Да-да, вот этот же принцип. То есть ты идешь. На самом деле самое главное, что не точка идет к тебе, а ты идешь к объекту. Ты идешь к объекту. Гарик, преподаешь ли ты где-то, скажи. Нет, это закончилось в 2005 году. Вот когда мне удалось после учебы в университете преподавать 4 года, у меня как раз сформировалось абсолютно свое понимание. Например, у нас же есть замечательная в Щукинском училище кафедра сцен движения. То есть я, профессор Дразнин, благодаря его работам я смотрел какие-то вещи. Но в большинстве своем понять, что такое сцен движение пластика, мне позволил мой профессор, Семен Григорьевич Андрачников. Понять, что такое режиссура, по-настоящему практика режиссуры, мой мастер Владимир Солонович Магонет. Я всем привет передаю. То есть это люди, которые в меня вложили столько много. Мне как брейкеру это было настолько понятно и настолько близко, что, например, работая со студентами в будущем, я мог уже, опираясь на свои собственные ощущения тела, придумывать свои задачи для ребят. То есть распределить, например, их учебу, их семестры на какой-то четкий... Ну, то есть для меня была своя система. То есть мы начинали с акробатики, с кувырков, с падений, с каких-то таких вещей, которые пригодятся любому актеру. Как-то базовые такие вещи. Потом мы переходили непосредственно на основе того, что мы использовали. Падение с предметов, там, за счет предметов, с предметами падения, там. Укрепляли мышечный каркас, понятно, что там с помощью различных упражнений. То есть первый курс, вот они все у меня умели кувыркаться там на полу, передвигаться на руках, колеса. А скажи, пожалуйста, уезжая из Ижевска, и уже будучи радиоведущим, уже имея собственное шоу вечернее... Ну да, 96-й год. ...ты не подумывал тогда дальше продолжить свою жизнь и связать ее, допустим, с радио, с телевидением? Я же знал, куда я пошел после 11-го класса. Я пошел в училище культуры на режиссуру. То есть для меня все было понятно. Я понимал, что я хочу научиться большему. Вот в родном моем училище культуры в Ижевске мои замечательные педагоги Христофорова Арина Васильевна, наш мастер, все педагоги, они дали, наверное, главное понимание, вот есть практика, да? Да, в училище мне дали хорошую практику, безусловно, но вот, как это объяснить, школу, да, школу. Научили учиться. Научили понимать, от чего отталкиваться, для того, чтобы понять, например, практика и теория, мне дали теории, очень много теории, хорошей теории. Ну ты понял суть уже, чтобы потом уже отточить практику в свои работы. Ольга Ивдокимовна, например, Желтышева, она настолько заставила полюбить грим и другие вещи, то есть это такие педагоги интересные. Ну это люди, настоящие такие люди своего дела, которые на своем месте находятся, любят его очень сильно, горят, своим сердцем мы, конечно, равнодушны. Сейчас мои однокурсники в этом училище преподают уже, да, Аленка Кочегина преподает, например. И я могу сказать, что придя в университет, я уже за счет того, что мне в училище дали много теории, мне легче было разобраться с практикой. Хотя тоже, то есть только на третьем курсе наш мастер Владимир Соломонович Маганет позволил нам, скажем так, он приходил как черная туча и все браковал. То есть на третьем курсе ему сказали, Владимир Соломонович, простите, пожалуйста, покиньте помещение, дайте нам немножко поработать самим, повариться, чтобы мы вам показали. Он говорит, ой, я вижу, вы выросли, классно. Значит, я приду к вам за две недели до показа. Он пришел к нам за две недели до показа, и мы показали ему номера, которые мы наварили, он говорит, во, все номера входят в показ. То есть он в какой-то момент у нас вот взрастил так, что мы поняли ту ответственность, с которой нам приходится считаться, жить. И педагог настоящий. Но ты был, наверное, одним из лучших, безусловно, на курсе. Нет, конечно, у меня такие ребята на курсе классные, ну что, там все поющие, я был самый не поющий. А где сейчас они? Все по своим, по своим абсолютно, по профилям, по задачам, очень часто встречаю своих однокурсников. Занимаются постановкой массовых мероприятий? И это, и на телевидении очень много ребят. Свои люди везде. Вообще, то есть однокурсники мои. Гарик, ну, ты всю жизнь учишься, тебе это интересно. Какие сейчас себе вот ставишь горизонты? Что сейчас? Сейчас мы сделали апгрейд на студии. У нас новые эксперименты. Вообще поменяли студию, переехали на другую студию. Вот. Сейчас самое главное, безусловно, создать новый альбом. Плюс ко всему, я уже к вам тогда приходил и говорил, что я снимаю фильм художественный, да, «Воины круга». И на данный момент мы продвинулись достаточно серьезно. На данный момент, в тот момент я вам рассказывал, что мы снимаем это еще скорее для того, чтобы убедить наших героев, ребят, наших танцоров, всех брейкеров, известных, топ-9, Predators, Olmos, OBC, Mafia 13, то, что мы можем. Сейчас мы на таком этапе, когда мы сняли основные сцены для того, чтобы собрать некий тизер, теряя представление о фильме, чтобы собирать деньги уже на профессиональную камеру и так далее. Это все идет очень медленно, но, тем не менее, это всегда так, когда мы делаем своими силами. Ну, конечно, тем более у тебя ведь параллельно очень много важных дел. Главное, что мы не бросаем. Главное, что мы не бросаем и верим серьезно. И главное, что мы видим теперь веру и ребят, которые принимают участие в съемках, потому что очень многие брейкеры снимались в разных фильмах. Но суть брейкданса не была раскрыта нигде. То есть именно вот сейчас мы касаемся именно сути... Философии, да, можно так сказать. Да нет, культуры, субкультуры. Субкультуры, потому что все так было, все касались этого вскользь. Ну, внешне только атрибуты. То есть что заставляет человека там в 30-30... Что заставляет людей, которые были первой волной брейкеров у нас здесь, например, выходить снова на Арбат. Знаменитые там Дабуги Крю, Би Пипл, Топор Колючий, Гормон, Мотя. И после этого уважения, Матрас, всем уважением просто... Замечательного легендарного ряда мы переходим к песням. Давайте перейдем к песням. Не знаю, о чем будем говорить. Ты всегда. А, да, ты всегда. Давайте стоя. Стоя, потому что... Опорку. Укрой меня, не протестую. Слепо на свет иду. Иду другой я Тихой поступью, тропою огня Я бы сам дышал Полными легкими Если бы не бежал Ногами над звездами Еле себя держу Жду Мой самый невидимый Видимо сон О мире, в котором не бывает тебя Я чувствую дрожь Я чувствую, что Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Прости меня Вновь не усну я Встав на разбег Иду Иду Иду, пока спит земля Снежной рассыпью Ниже нуля Я бы сам не знал О призраках прошлого Если бы не искал Что-то хорошее Так же себя держу Жду Мой самый невидимый Видимо сон О мире, в котором не бывает тебя Я чувствую дрожь Я чувствую, что Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Мой самый невидимый Видимо сон О мире, в котором не бывает тебя Я чувствую дрожь Я чувствую, что Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Ты всегда ждешь меня Вот такая песня Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Дорогие друзья Еще несколько минут В нашей эфирной студии Буррито Концертный зал продолжается И мы его хвалим И сам он себя хвалит И вы, конечно, тоже его хвалите И правильно делаете Вот сразу чувствуется, что Некоторые песни впеты А вот по волнам Еще надо работать и работать Ну ничего, ничего Все получится Время есть Я хотела спросить Гарик, скажи, пожалуйста Что нужно сделать такого Или какой Или каким нужно быть Человеком Чтобы на тебя подписался Бульдог Норд В Инстаграм Да не знаю Просто человеком нужно быть Просто? Бульдог Норд Он же на своей волне Абсолютно То есть здесь непредсказуемо Да, он такой Ты знаешь Секрета успеха нет здесь никакого Вроде бы день ведет себя хорошо Не портачит Ничего Потом раз ты смотришь Там с Луки собрал Носок утащит Мне очень нравится Что он Луку называет Лукрецией В своих комментариях Да Вот он вообще Норд любит Бывать на съемках И он Конечно же Настолько энергичен Что даже если Вокруг 20 человек Он утомит Этих 20 человек Немножечко отдохнет Пока эти 20 человек Приходит с тебя И утомит их По второму разу Потому что Столько энергии В собаке Видимо мало гуляем С ним не успеваем На самом деле Он еще Вот сегодня Яркий пример тому Он не любит дождь Он как только Дверь открывается И с подъезда Как я его понимаю Открывается дверь из подъезда Он ложится На пороге подъезда И не идет Ни в какую Я прямо Да Вытаскиваю его Он там Первые шаги По лужам сделает Отряхнется Вроде бы Оклемался Такой Ну пошел Кто помогает Вести страничку Весь характер Который вы видите В Бульдоге Норде Это вообще Все прочтение Оксанкина Моей жены Она его наделила Она его передает Очень точно Прямо Настолько Вот он Настолько попадает Что это вот Да Это та самая Она только переводится Она переводит Абсолютно точно Ну популярнейшая личность Почти тысячи подписчиков У Морда Да Сегодня смотрела В пять раз больше Чем у нас с Ромой Вместе взятых Оксанка Через два дня Отметит день рождения Да Что задумали Это вообще Очень Конечно же Когда Одна карточка На двоих Значит ты хочешь Купить подарок А что ты купил А ты говоришь Ее мое Моя дорогая Подарок купила Прости Приходит же То что ты Конечно Не утаишь Ну в общем Уже ты готов Да Поздравления Ситуация такая Красивая Очень полезная Ну и кстати В этом году В июне У тебя День рождения Здоровая дата Что-то будет Да что там Концерт Что-нибудь еще Концерт будет заранее Не люблю отмечать широко Узким кругом Посидим Поговорим Попоем Йога Караоке Вот это И здоровое питание Да Слушайте у меня Скажи если Немножко Подводить Ну конечно Какие итоги Но все-таки Ты Подойдя к сорока годам Ты счастлив Ты доволен Своей жизнью Ну конечно же Счастье же Это не то чего Нужно достигать Счастье это Мироощущение Его не нужно Счастье не истина Истина настолько Текуча Настолько Жива Что Счастье где-то рядом С истиной То есть постоянно Оно передвигается И Ты должен просто знать Что счастье есть Вот оно Счастье есть Его не может не быть Это же Скоро Этому треку Тоже 20 лет И кстати Грув будет на концерте Мы будем с Женей Грувом Исполнять Видите как я Круто подлил Женей Грув 21 апреля Исполнять Клуб Рэд Первый большой Сольный концерт Гаррика Буррито Группы Буррито А сегодня ты поедешь На концерт лиги Очень собираюсь Очень собираюсь Если сейчас все позволит Все сложится И То да Надеюсь попаду Сегодня концерт Леголайз Мы все знаем Мы все ждем События И знаем Что он тоже ждет тебя Во всяком случае Я в списках Легендарные возвращения Леголайз Я думаю Лега зря говорит Возвращение Но мое личное Потому что Никто о нем И не забывал Вот такое ощущение Вообще не было Понимания Или тогда же Ощущения Что Лига куда-то пропала Лига всегда был И есть И будет И будет Конечно У меня есть вопрос По поводу стиля Гарик Да Расскажи Где вот можно Так стильно одеваться Кто тебе помогает Драненькую кофточку Потому что ты всегда Безупречен В своей стилистике Это все Оксана Вот умеет Вот это надень Вот это Примерь Иди Спокойно И ни о чем Не думай Здесь припев такой Здесь строчка такая Это надень Это пример Вот Вот Видишь И удобнее И удобнее Тем лучше Вот как раз Вещи должны Наверное Не ты должен зависеть От вещей То есть Вот такая Прям Философия Удобно тебе Но при этом Я в чистом Все Самое главное В чем вы будете На премии В чистом Это прямо то Что должно У мужчины быть Еще один вопрос Очень важный Гарик Скажи пожалуйста Вот Может быть лет через 10 Может быть через 20 даже Но вообще Если подумать так Гипотетически Такое может настать Что Мы как Леонида Агутина Когда-то вдруг Увидели Без кудрей Стриженого Спустя много лет И мы увидим тебя Без дрядов Да кто знает Конечно Вполне возможно Все Пока мне нравится Как скажут Так сам Я к дрядам Достаточно поздно Пришел Хотя мне всегда Это хотелось Не знаю Дреды тоже Часть мира ощущения Антенны Мощные Мощные антенны Я конечно же Не растафарианин Да То есть И Там Для меня Это не религиозный смысл Как для людей Которые действительно Делают дреды С точки зрения Отношения К растафари К культуре Это скорее отсыл К альтернативной Культуре К альтернативной моде К брейкдансу К танцам То есть К сноуборду Вот так вот К тому что несет свободу Апарт Да это такой апарт К свободе Моей личной Гарик спасибо тебе Не за что У нас финальная песня Да давайте споем А мы хотим тебя попросить В финале программы Задоринку дать Давайте Тот самый А туда что-то мы О философии Об этом вот все О вечном Мега хит Буррито Концертный зал Я бы хотел написать Но не знаю С чего начать Говорят Он должен звучать Даже Пока город спит Я бы хотел написать Чтобы он Тронул сердца Несерьезно так Слегонца Скажем проще Должна быть попса Я бы хотел написать Мега хит Но не знаю Как он должен звучать Говорят Он должен Кончать Жестко Ключик Я бы хотел написать Мега хит Пусть один Но на все времена Ведь мне очень Поддержка нужна В виде денег Ну а пока Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это хитно Это хитно И он звучит на Это хитно Это хитно Это хитно Чтобы мне не говорили Для того Чтобы звучать В прямом эфире В мире В любой квартире Пиши доступно Или И поехали Погромче Здесь обычно Здесь обычно на концерте Я либо танцую Либо Грэдами Тресу Если спина не болит Я танцую Я все хотел написать Мега хит Все пытался Найти слова Чтобы он был Очень простым И понятным Как дважды два Я все хотел написать Мега хит На любой Искушенный взгляд И вдруг понял Что он звучит Уже Три минуты Подряд Это хитно И он звучит Спасибо всем, кто слушал сегодня нас. Спасибо всем, кто подпевал нам сегодня. Спасибо, вообще спасибо, Аннуши. И спасибо всем, кто 21 апреля отправится в флот-рэпс на концерт группы «Буррито» и «Гаррика Буррито». Большой концерт. Спасибо огромное.